Дни рождения всем зато скучно, если ты мне первый раз видишь, то я даже не буду изображать, как будто тебе должно быть до этого дела Нет, вместо этого мы добавим секретный ингредиент Принесем отца в жертву Не, хорошая тамада, и конкурс интересный Это Застенчивый Фрэнки, да, сейчас не такой Застенчивый Это Пинки, да, это не Пинки и Брейн, ребята, это Пинки и Фрэнк И еще одну вещь надо поправить, главную героиню зовут Лила Не Лило, Лила, пожалуйста, ребят Да, и жертвоприношения у нас добавляются в выпуск сегодня именно из-за нее Потому что в жизненной цели осталась только вот эта вот задача, которая вопрос времени И вот эта вот задача, которая вопрос дня рождения Только вот у нас нормально цветки смерти не могут вырасти, они в укрытии находятся Да, игра считает балкон укрытием, поэтому сезонность не влияет на рост Но растут они довольно медленно Я надеюсь, у нас получится успеть к дню рождения Потому что без жертвоприношения боги будут несчастливы Эти дети и так довольно отсталые Я привык, что все навыки разведены на максимум Я так и делал все предыдущие четыре поколения Так что это, можно сказать, мой первый раз И у нас есть целых ноль дней Для того, чтобы одному из мелких хотя бы до третьего уровня передвижения дотянуть Вот эти вот навыки, видите, они по троечке все Это даст нам небольшой бонус к развитию в будущей жизни этих детей Клубника, надо же их кормить Да, кстати, мы играем с простой жизнью Из-за чего не можем готовить блюда из воздуха Так что кормить детей приходится тем, что просто растет у нас в доме Зато, как я говорил, это довольно неплохой лайфхак Потому что настроение ребенка становится намного лучше Видите, он счастливый и его навыки развиваются быстрее Так что давай, малыш, бегай Передвижение надо улучшать Так вот, если у вас все на троечку Тогда развиваться ребенок в будущем, когда станет взрослым Будет лишь чуть быстрее Вы получите черту хороший малыш Идеальный малыш, который будет просто в лед улучшаться Будет получен только если все навыки выполнены полностью То есть то, что я обычно и делал, но в этой квартире Которая просто рассыпается Несмотря на то, что выглядели довольно как-то по-русски Вот на стримах люди уже привыкли к такой фигне Насчет стримов Вот такой вот особняк мы там сейчас строим Не буду много о нем рассказывать Если ты уже спонсор, обязательно посмотри на стрим Он очень классный получился Если ты еще не спонсор и вдруг хочешь им стать Получать кучу бонусов и все такое Под видосом есть кнопка спонсировать И да, видите, просадка кадров исчезает Если просто постоянно тыкать escape Помогает на самом деле Пока наши дети стараются быть не такими отсталыми Нам нужно пакости прокачивать Потому что это нужно нам для карьеры А вот этот злобный персонаж должен полностью пройти карьеру Это в задачах челленджа Пока кто-то злодействует, кто-то стоит Кто-то должен ходить Давай, тебе перемещение нужно осваивать О нет, просто пускай мелкие ходят Офигенно, обожаю детей А почему только сходить? Почему нельзя есть нереалистичная игра? Да, это все, что происходит в последние минуты Я гоняю их туда-обратно, чтобы перемещение как-то улучшилось В случае спинки это не особо что-то да Зато Фрэнс может получить нужную черту характера Я надеюсь, сегодня Фрэнк, пожалуйста, не подведи нас Оооо, не подвел Я знаю, что у нас еще полдня Но давайте днюху уже сейчас начнем Ссоря по всему, с жертвоприношением Прям на дне рождения Мы немного опоздали Потому что растения никак не хотят расти Хотя... Нет, давайте подождем до вечера Я хочу, чтобы было красиво Говорить о супер-героях Потому что вот это и есть целевая аудитория Любителей Марвел, по-моему А ведь говорят, кому-то из взрослых нравится Мстители Ха-ха, врут Ребят, если вам так нравятся мускулистые мужики в костюмах Посмотрите Гачи Мучи Ооо, девятый уровень пакостей Да, просто держу в курсе Смотрите, программирование надо было освоить Есть обаяние надо было Есть выпечка надо было Есть пакости Ну вот и осталось не так много И какое настроение позволяет быстрее улучшать пакости, а, ребят? Капец, это не самая веселая жизнь Ха-ха-ха Там дети вонючие сидят, сами себя развлекают Тараканы ползают по квартире Ради чего этот человек отказался от наследствующего семьи, я не понимаю А, стоп Это же я его сделал То есть, конечно, я все продумал и понимаю Капец, от поломки техники У нее примерно столько же грусти, как от потери одного из родных В истину социопат Так, вообще, да, надо бы садиться с детьми А то что-то они пока выживают как могут Фрэнки, если еще ладно Пинки Ё-моё Кстати, шикарная теория была предложена о том, что голод, который опускается до самого нуля И заставляет прийти службу опеки Заставляет нифига не службу опеки прийти А приходит самая настоящая смерть Просто это замаскирован Мне кажется, просто офигительная идея Ребенок становится слишком голодным Ой, за ним пришли И его больше нельзя забрать Он просто куда-то пропадает А помыться как-то в раковине можно? Нет? Где-нибудь? Не знаю, в душ может залезть Да? Вылизываться дети умеют? Или это только коты? Вы не так громко это слышите А мне сейчас в правое ухо кто-то пернул Пинки, ну как так? Ты же девочка Ладно, спите Чем больше спишь, тем меньше голодный Главное отнюху не проспать И да, сам день рождения видимо будет без жертвоприношений Ссоре по всему Ну ничего Убьем потом А это как будто на день рождения Классическая схема Давайте уже начнем Вот эти двое из гостей Кстати, можно пригласить вот эту парочку Это получается кузен или как там Ну вот эти родственники Как это называется? У них дедушка общий И да, ноготочки Я понимаю, что большое опоздание Но мне нравятся эти ноготочки Нововведение хорошее Я доволен Да, она жалуется Не обращайте внимания Ноготочки Я сказал, ноготочки А как мы торт приготовим? Когда у нас нет Изысканное Есть? Нет? Хоть какой-то торт Да доставка нету еще день рождения без торта верите у богатой наследницы просто голова разболелась от такой квартиры от условий в которые вот ради чего понятно что для анонимности но мы теперь позвали родственников мы больше не так анонимный черт так как бы нам тортик организовать нам нужно просто яйцо нам бы успеть вообще этот торт теперь сделать а ты еще штраф флипи за то что у нас не слишком экологично тебя убьем сразу после отца эй эй то что я понимаю что у него много денег и можно делать что угодно доставка нет у нас еще тут барахлит не понимаю зачем надо было плетовать с электриком если он даже не может починить эту хрень ты же починила не получилось получилось не так получилось же какого фига она плевать не просто нужен торт естественно тот самый наверное худшая вечеринка на которой бывали эти богатей у них там сколько полтора миллиона уже или два пока эти бедные дети умирают от голода до говори с незнакомцем смысле не знакомится ротвой родственник дальний и богатый но родственник а да кстати вот если ты не понимаешь еще это за люди и чё там за дедушка это вот сюда перейди какую-нибудь серию посмотри я что-нибудь оставлю не уверен правда какую но интересную точно чувство идеально кадре мои то есть говорим просто до свечи на торт и все до сегодня без жертвоприношений но зато дети знакомятся с другими детьми которые короче объединение семей окей это важно если ты впервые смотришь что что-то может быть непонятно но я надеюсь хотя бы весело а те кто ждут эти выпуски кстати неожидан долгу вы замечали что один выпуск был в июле нет в августе еще всего один был в сентябре и вот сейчас один выходит в октябре по месяцу ждать честно не знаю почему так получилось я сам обратил на это внимание только перед тем как сел записывать этот видос просто записи смотрит тем хорошо кстати да у нас света нет все из-за этой ерунды мы сделали только хуже давай помогай хватит общаться тебе взрослеть пора 1 я сделаю все сам давай взрослеть пора не знаю хочешь ты или нет но нужно не советую старине взрослете так первый ребенок пожалуйста не будь уродливым пожалуйста не будь уродливым и до пинки как зажигалка общение хотя нет подождите она же будет жить здесь так что будешь мотором не творчество первая черта характера естественно на просто самоуверенно ну пойдет типа знаешь когда вы близнецы у вас разница одна минута ах сенс потрясающе до близнецы с разницы в одну минуту такс у нас совсем обрубился свет теперь нигде и никакой не работает ну да и неважно нет 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 и нет и нет и нет и нет капец человека два раза не постарел на одном мероприятии и вот насчет фрэнки вы не знали этого это знаю только спонсора но теперь вы знаете фрэнки наш следующий главный герой так что мы не можем выбрать любую черту характера что стоя походкой боже мой да взрослею же нет вся семья собралась давай не подведи нас не будь уродливым не знаете что на удивление фрэнки это тоже творчество потому что это не решительный персонаж который будет заниматься творчеством но при этом не будет покидать до последнего зону комфорта то есть обычную работу в офисе его первой чертой характера с которой мы будем в этом доме страдать еще больше будет чистюля о фрэнки ладно все наконец можно торт есть самое главное что этими детьми мы теперь можем делать больше они теперь наконец могут сами гигиену исправлять вот эти вот все дела горшок кстати надо удалить и детские кровати перено все серьезно теперь у нас котики котики и собачки да темно но я не могу включить свет у нас с электрикой пока беда и насчет черт характера да вы постоянно говорите не создавая идеальных персонал эти не идеальные но ответственность мы всем повысим все равно потому что иначе играть просто вроде тяжелее но при этом в тупую сторону тяжелее это не испытание это просто рутина нормально ты слушай тебе нельзя здесь находиться это комната родителя просто у нас здесь по идее закрыта от всех всех посторонних потому что лила скрывающийся хакер который ведет совершенно не принять то есть неприметную жизнь до богатые родственники уехали надо все чинить и готовится к школе у нас теперь серьезная школа чё ты ревешь школе хорошо ребят школе же было хорошо и блин что за баг я же починил вон свет какой-то даже появился почему не чиниться я не очень понимаю похоже ты квартире просто конец а нам еще жить и стали напишите пожалуйста самые опасные действия в sims от которых возможно умереть типа съесть рыбу фугу или что-то вот таком духе очень охота это все собрать просто и постараться пройти живым надеюсь получится это мой персонаж в на цубере вообще-то блин они реально близнецы до удивляться нечего потому что я знал что они близнецы но близнецы почему-то никак не давай что механика лучше нужно что ли или что перестала трещать наконец-то тишина вы игру слышите на на полной громкости но как мне она трещит в уши насчет звука и ушей вот тут смотри там прикольно а то все таки да мы за новый контент мы хотим посмотреть что ты еще делаешь я выпускаю что я делаю летят дизы никто не подержит меня обманули беда нам еще нужен столик для подделок вот это вот все вот эту фигню нафиг только для подделок добро пожаловать точно дети же наконец-то могут повышать досуг через телевизор ну и вообще как я говорил более самостоятельными быть наконец-то мы не будем страдать так сильно встали замедлили то что пинки не наш главный персонаж я не помню а у нее лучше по навыкам она в принципе лучше как-то получается оттягивает на себя внимание что лила к работе через час а фух зато теперь наши дети не должны идти в садик а то это просто пипец когда они маленькие лила ночью ходит на работу детей приходится подымать и отправлять в садик я не не спят а потом утром приходят и начинают хотеть спать и да я посмотрю на время потому что у меня стрим через несколько минут и видимо это выпуска были вторая часть да знаете что мне пора на стрим еще раз на них можно подчисток у спонсировать там под видосом есть я на стрим вернусь после хлопочка продолжается просмотр серии на супер и спасибо за внимание музыкальный же стрим был и так стари наш богатая наследница повзрослела я немного изменил потом об этом ровно как потом о детях которые тоже немного изменились я не забыл сегодня у нас жертвоприношения хотя да сон важнее потому что работает лила по ночам а днем ее дети учатся они практически не пересекаются и затянувшиеся жертвоприношения совсем не идет нам на руку потому как на этих самых детей у меня уже есть планы надо концентрироваться это будет следующих сериях но все равно есть одна вещь которую я еще не показал за детей единственная вещь которую я за детей не показал алила дрыхнет и у нас только один цветок смерти остальные даже не подросли они вообще не плодоносят знаете пойдем ва-банк да у нас не так много денег но нам просто больше нельзя медлить мы покупаем кучу смертельных семян ну возможно смертельных семян там можешь попаться что угодно и мы потратим 10 или 20 тысяч никуда пожалуйста хоть бы это было то у нас совсем нет денег просыпайся нам нужно четыре таких растения или нет сколько три так кто звонит пик начала ссору в столовой из-за еды которая переросла в массовую драку и дети в африке голодают то есть мы все еще разбираем последствия ответственность у нас и так будет в порядке а сочувствие нам нахрен не нужно такой говеный выбор пусть помогает убирать столовую минус контроль над эмоциями это очень хорошо сработают в будущей истории я тоже все придумал и вот нам надо двигаться дальше мы никак еще не убили 20 так открываем 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 я проследил еще 10 тысяч в никуда они не продаются почему это не продается почему некоторые вещи не продаются кто-нибудь может мне об этом сказать а вот почему грибы нельзя продать ладненько давайте немного восстановим наше финансовое положение так стари дети вернулись со школы наконец можете поставить как они выглядят и они выглядят довольно по-азиатски это неудивительно у них отец взят но это немного необычно вяжется с бери какой злой малой ах да кстати я же выполнил эту задачу опять не под запись и даже не на стриме просто после стрима ночи немного доиграл доделал чуть особняк узнать чисто бытовые такие вещи которые даже на стриме вывести сколько нормально но еще одна десятка уйдет снова на редкие растения я надеюсь там будет два цветка смерти как минимум и шарство приношения но сначала покушать а это кстати из-за того что у нас течет труба у нас не может течь пинки потому что не работает ничего в канализации а ой простите очень классная штука калимба называется загуглите можете купить на стоит недорого звучит потрясающе уметь играть не нужно а будем немного хорошей матерью в конце концов я же хорошая мать ну и по стойках детям поможем естественно что должна сделать хорошая мать до убьем отца до времени до конца дня у нас немного наша задача сейчас создать три максимально шедевральных превосходные букета потому что добавлять запахи а именно добавлять запах цветка смерти в буре в букет так вот добавлять этот самый запах цветка смерти черт как сложно можно только в букеты превосходного качества вообще намного больше про растение про букет и вот это все я там вот в серии рассказал надеюсь еще могу подсказки оставлять сейчас не особо забивая фирт просто выполним эти самые действия шикарно да прямо при детях да кстати вам не обязательно делать какие-то супер крутые букеты в которые вы будете добавлять запах добавить его можно вот даже в самый дешевый я делаю букет который опорится мне бесплатно но если у вас нет нужных цветов он обойдет всего в 9 долларов то есть не обязательно искать это орхидеи или хризантемы и начинает расти второй кустик только нам это уже не особо нужно и знаете все как нужно все по канонам у нас дождь грозы знаете прям злодейская ночь давай добавляет от финальный запах у нас будет ровно три букета но так уже поздно приглашать человека все-таки отправимся на работу потому что нам нужно полностью пройти карьеру у нас только восьмой уровень мы только его начали а и следующую серию я хочу посвятить детям то есть это уже начало следующего плейлиста да здесь будет странная история потому что одна серия будет следующий короче вы все увидите немного тарантиноского повествования будет чуть рвана но так как надо и да пока бать на работе в три часа дети проснулись потому что слишком рано легли и нужно их немного развивать вы спрашивали меня это когда-нибудь хочешь сделать не идеальных персонажей ну эти не идеальные да они не отвратительные я не буду вводить их в безответственности или полную вообще потерю эмоций чтобы они были такими это лучше прилагательные которые придумал но при этом да они уже не идеальные я решил подзабить немного на и жизненные цели то есть я буду конечно держать их примерно в том русле чтобы история складывалась логично но выполнять абсолютно все я думаю уже нет смысла тем более я все равно дело то с каждым ребенком и вот смотрите мы вроде играем но при этом у нас играть с игрушками не выполняется но я сыграл уже с тремя как минимум вот сколько ему нужно играть а да и знаете какой прикол у нас полностью сломались образы жизни их так и не починили здесь показано что-то одно что-то там под угрозой тут у нас их типа 5 зато сделать 4 кита и продавать их на электронике гораздо нафиг заделывать старые дыры до пристренив сквердо это развивает моторику которая не особо нужна этим ребятам они будут более творческими детьми но как бы игрушки все равно не работают так что чуть-чуть серьезно за них возьмемся опять же только следующей серии а точно жертвоприношение а еще и в праздник урожая лила здесь супер вонючие сонные но это не важно а нет вообще-то важно мы пригласим отца на праздник в качестве жертвы иди сюда это точно без подвоха я вам скоро придет а надо было отказаться приходи давай хочешь увидеть детей последний раз то есть просто хочешь увидеть детей главное не уснуть кстати перед этим всем потому что нам не так много осталось времени это что-то ходишь блин садись на вот тебе подарочек вот колокольчики это твои то есть просто прими букетом хватит летать пожалуйста блин ну подумаешь мы что ты пугаешься давай дари подарок и ну мышь надеюсь их не отвлекает который у них там между ног ползает не в смысле между ног а в смысле вот они эй давай старей старей хоть немножечко и ха а ну слушать если он старый нам два букета хватит давай спасибо за подарочек что-то вы зона чувства это хорошо но у нас здесь кое-что поваждей происходит алло сейчас он подождите он выберет где умирать ему пока здесь не нравится там просто мышь бегает давай умирай ты выбрал место или нет вчера сложно определиться что ли очень умираем мышь помешала ему умереть мышь спасла от смерти его она отвлекла его он шел умирать а потом такой мышь и передумал в жизни это также работает чел давай у нас последние колокольчики вы понимаете давай 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 она уснет уже сейчас давай давай умри уже наконец он пережил один из букетов смерти как это возможно я никогда такого не видел эта квартира просто все планы нам портит давай умирай уже ли что она не рассмотришь ты умирать то будешь ли что капец даже владислав не пережил букетов смерти а этот чел все в терпит ты кто вообще у нас не осталось ой чел вы понимаете что он уже сколько две серии теперь три серии пережил я не помню что зачем кстати вам же нравится внезапно что